Добрый день. Продолжаем «Разворот на бизнес». Наша сегодняшняя тема «Мы будем жить теперь по-новому. К чему ведет глобальная перестройка на рынке жилья». В эфире Вадим Шабалин, Светлана Занько. Добрый день. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Чуть не удушил меня сейчас наш звукорежиссер. Забыла, что отбивку. Это потому, что я без наушников. Простите, пожалуйста, у нас полный пул гостей, поэтому я немножечко растерялась. Я хочу сказать, что мы не переставали транслировать нашу беседу в группу ВКонтакте «Бизнес новостей». И я надеюсь, что «Эхо Москвы». Не очень уверена, коллеги мне не пишут ничего. И здесь у нас было бурное обсуждение. Мы делились идеями, эмоциями и своими замечаниями по поводу нового законодательства. Представим сейчас снова наших гостей. И первый вопрос, который я задам, наверное, представителю банка, все-таки еще раз, просто четко проговорить, во время представления продумайте, чтобы люди услышали, как и куда еще раз. Теперь они понесут деньги. Лучше без каких-то специальных терминов. Представляем. Дмитрий Кошкин, заместитель управляющего отделения ПАУ «Сбербанк». Дмитрий как раз будет готовиться к ответу сейчас. Руслан Бондарчук, министр строительства Кировской области. Виктория Грей, начальник юридического отдела ООО «Кировспецмонтаж». И Павел Шахалеев, учредитель ГК «Новый дом». Итак, пожалуйста, Дмитрий, еще раз четко, что меняется конкретно для меня. У меня есть деньги, какая-то сумма, куда я с ними сейчас пойду? Вы пойдете в первую очередь к застройщику. Раз. Вы выбрали жилье, вы с ним заключаете договор долевого участия. Если застройщик финансирует дом без использования механизма скроу-счетов, то тогда эти средства дольщик перечисляет застройщику на счет. И этими средствами застройщик пользуется и финансирует свои строительные работы. Все как раньше? Все как раньше, без всяких изменений. И по нашему мнению, с точки зрения доли рынка, застройщиков, которые имеют большой опыт и подходят к требованиям без искроу-счетов, это будет порядка 80%. Я, как потребитель, как должна понять, что этот застройщик имеет право так принимать деньги? Что я должна увидеть? А это будет отметка в договоре о долевом участии. А фальсификация? А фальсификация чего? Ну вот, мало ли, я пришла к застройщику, он мне лапши на уши, простите за простое выражение и тавтологию, навешал, что у него есть такое разрешение, заключил договор, отметку поставил. Я обыватель, я не знаю, как мне сориентироваться. Вот застройщики очень хотят, давайте, застройщики. Вот давайте, юрист у нас здесь есть, Виктория, пожалуйста. Да, вот у нас... Это просто очень важно. Я именно так когда-то и попала в историю с обманутыми дольщиками. Я поняла вас. Сейчас у нас создана такая площадка, если кратко, она называется ЕИЖС, если расшифровать, это единая информационная площадка, единое информационное жилищное строительство. В интернете? В интернете. Она общедоступна. На перспективу это такая площадка, где должны взаимодействовать банковское сообщество, застройщики, контролирующие органы. Это Министерство строительства и прокуратура. ЕИЖС. ЕИЖС. Она уже функционирует. Она уже функционирует, она в полном объеме начала функционировать с января этого года. С октября этого года, вот в связи с этим изменением, которое вступило с 1 июля, все застройщики абсолютно должны раскрывать свою информацию не на своем сайте сейчас, а на сайте этой площадки. И, соответственно, все прозрачно для контролирующего органа, для прокуратуры. Тут же подключается Росреестр, который тоже будет следить за всей этой информацией. Окей. Я должна зайти либо на сайт застройщика, либо с октября на ЕИЖС и посмотреть по своему застройщику всю информацию. Что там должно быть написано, чтобы я поняла, что он имеет право принимать мои деньги напрямую? Нужно убедиться, что у этого застройщика разрешение на строительство по этому дому получено до 1 июля 2018 года. Нужно посмотреть, что в проектной декларации у него указано, что он открыл спецсчет. Посмотреть, в каком банке удостовериться, что этот банк входит в список уполномоченных банков. И после этого уже переходить к сделке и к обсуждению заключения сделок. Отлично. Вот. Ну, сейчас, да, все понятно. Коллеги, вы не один раз уже произнесли фразу «уполномоченные банки». Расскажите, кем они уполномочены и сколько таких банков в Кировской области сейчас? В перерыве мы говорили ВКонтакте, надо сейчас в эфире сказать для тех, кто ВКонтакте не смотрел. Уполномоченные банки, если я не ошибаюсь, их 54. Где? В Кировской области? В России. В России 54. Выбирала их счет на банк России, Центральный банк России. И были у них определенные критерии. Я думаю, что это был какой-то анализ проведен на финансовую скидку. 54 банка. Мы сейчас не приведем пример, какие были критерии. Не надо, это нам интересно. Список где мы должны посмотреть? На сайте Центробанка? На сайте Центробанка и по Кировской области таких банков из 54-13. А вот смотрите, если сложилась такая бытовая ситуация, Руслан Анатольевич, я вот никому не доверяю. Ни одному застройщику, ни Сбербанку, никому. Могу я позвонить в Министерство строительства и сказать, где у нас надежные застройщики в Кировской области? Есть у нас какие-то такие списки критерий? Или вы не имеете права как-то сказать, что это надежный, а этот ненадежный застройщик? Нет, консультации, конечно, мы дадим вам. У нас нет, мы не скрываем, потому что это в наших интересах, чтобы не появилось еще раз обманутые дольщики. У нас есть анализ, информация по всем, как я уже ранее сказал, застройщикам, фирмам, организациям строительным. Поэтому у нас даже на сайте Министерства строительства имеется перечень компаний, организаций этих. И объектов самих, которые, да, проблемные есть объекты. Абсолютно верно. И недобросовестные застройщики до сих пор пытаются эти квартиры реализовать, несмотря на то, что они даже в списках. И такое есть, и такое есть, поэтому даже здесь можно сказать, необходимо даже проконсультироваться, узнать, какая организация, та или иная организация имеет проблемы или не имеет проблем. Мы обязательно проконсультируем и дадим этот ответ для того, чтобы человек мог смело идти и приобретать себе квартиру. Это как со скорой помощью. Лучше позвонить и сразу получить помощь, чем стесняться и получить проблему. С жильем точно так же. Лучше сразу в Министерство, если вы сомневаетесь, позвонить и убедиться, что вы правы в выборе застройщика, чем потом приходить в Министерство в качестве обманутого дольщика и страдать годами, ожидая помощи. Но я считаю, что здесь надо еще более многогранно, как обычному человеку, подойти к выбору, с кем заключить договор, долевого участия в строительстве. Это, прежде всего, помимо звонка в Министерство строительства, это все-таки посмотреть, проанализировать самого застройщика, были ли у него просроки по вводу предыдущих домов, какие дома он строил, прийти, посмотреть, проанализировать. Посмотреть все документы, они в открытом доступе сейчас, в силу закона они публикуются. То есть любая проектная декларация сейчас согласуется Минстроем. То есть в любом случае, то есть если объективные обстоятельства, это стадия строительства дома, то есть как он строится. То есть, ну, как было бы ни странно, но вот это очень важно. Павел, я пройдя длинную историю со своей квартирой, вот сейчас 13 лет там, да, хотя она с 2004 года, этот дом там строится, и работая здесь на нашей радиостанции, встречаясь в рамках разных программ, изучая эту тему, только-только начинаю соображать, куда зайти, чего посмотреть, и то, дай мне документ, который вы, любой из тех, что вы перечислили, я буду смотреть, как баран на новые ворота. У меня просто фобия, я вообще ничего этого не понимаю. И история с попаданием в такую вот ситуацию, как обманутые дольщики, недобросовестные застройщики и прочее, это история про таких людей, которые не понимают, как ты им через эфиры не объясняй. Вот я, например, из тех людей, которая должна прийти к кому-то, они меня за руку возьмут и скажут, вот, смотрите, вот, 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 вот. Вот, коллеги, у меня, смотрите, я теперь жива, есть предложение. И это большая проблема, да. Вы можете в этом случае прийти в Сбербанк. Сбербанк – аккредитовые дома, строящиеся, в том числе, по которым не финансируется юридическое лицо, в смысле застройщик. И в этом случае, если даже у вас есть там полный объем денег на покупку квартиры, вы можете обезопасить себя вот этими юридическими тонкостями, когда вы можете попросить, не знаю, там, 100 тысяч в ипотеку, и тогда специалист банка для вас все проконсультирует, все разложит, все расскажет, и это будет гарантия, что сделка чистая, вы не потеряете свои деньги. То есть, вот, собственно говоря, в данном случае ипотека, она тебя еще и страхует от неправильного выбора. Ну, вот, как минимум, там, мы стараемся приглашать, конечно, в студию только добросовестных застройщиков раз. Вот, и второе, министерство говорит, что мы готовы помочь. Сбербанк объясняет механизм, почему там работа со Сбербанком тоже выгодна с точки зрения обезопасивания себя от каких-то таких нюансов. У нас есть еще время. Мы сейчас прервемся на полминуты и будем продолжать разговор с нашими гостями в рамках темы мы будем жить теперь по-новому, к чему ведет глобальная перестройка на рынке жилья. Продолжаем разворот на бизнес. Мы обсуждаем изменения в законодательстве касаемо строительства. Надо сказать, что только что студию покинул Дмитрий Кошкин, заместитель управляющего отделением Паузбербанк по Кировской области. Я думаю, что все вопросы банку мы задали, но еще будем встречаться в нашей студии. Еще одним нововведением является запрет строительным фермам заниматься другими видами деятельности. Как я понимаю, у большого, у маленького застройщика есть свое производство, например, железобетона, есть свой парк спецтехники, есть люди, людские ресурсы, которые они могут для субподряда отдавать, так скажем. Получается, вы сейчас всего этого не сможете делать. Как будете выходить из этой ситуации? Позвольте, я начну. Тут вопрос немножко надо по-другому, я так сказал бы, сформулировать. То есть свое производство, которое работает только на себя, то есть на свою стройку, на свой собственный объект. Производство – это кирпич, бетон, брусчатка, кирпич, ну любой строительный материал, который организация на сторону не продает и использует в своих объектах. Никто не запрещает этого делать, безусловно. То есть тут как бы это внутреннее производство, и это никак не повлияет. Но как практика показывает, все предприятия этой отрасли, которые имеют свои собственные железобетонные производства, иные какие-то производства. Вот у нас кироспецмонтаж имеют. Я думаю, они кироспецмонтаж, да. У нас есть, но эти производства, они направлены только на себя. А вы продаете кироспецмонтаж? Да, железобетонные изделия. То есть здесь уже более проблематично, потому что они работают, в принципе, с рынком продажи стройматериалов. И действительно здесь надо уже, будет реорганизацию какую-то. Ну я готова поискать. Микрофон прямо к себе, теперь вам достался целый свой микрофон. Благодарю. Я уже ранее говорила, еще раз повторюсь, что застройщики, которые используют схему расчета с дольщиками через искровую счета, на них все эти ограничения не действуют. Поэтому мы, я думаю, что будем работать через искровую счета. Потому что, да, у нас есть свое производство, и совершенно нецелесообразно создавать какие-то дочерние общества, дробить свою экономическую деятельность и создавать тем самым себе дополнительно какие-то обременения и трудовые функции. Да, ну еще раз поясняю, мы уже, наверное, распятались, за сегодняшний день говорим про искровую счета. То есть история первая, которую и в начале этого часа мы четко разжевали. То есть, с одной стороны, ты можешь по-прежнему идти к аккредитованной строительной компании, нести ей свои деньги. С другой стороны, те застройщики, которые работают со скроу-счетами, вам скажут, вы свои денежки несете в банк аккредитованный вот на этот скроу-счет, и тогда вы берете кредит в этом банке и за счет кредитных средств строите жилье. Ну, либо за счет собственных средств. Либо за счет собственных средств. Для вашей компании это подходит, и вы тогда сохраняете свое производство еще дополнительное. Да, совершенно верно. Есть выходы, оказывается, не так все страшно. Безусловно, то есть выход всегда из-за собственных средств возводить дома. Просто я немножко сейчас тоже так 20 секунд прокомментирую. Давайте, Павел. Здесь ситуация просто складывается такая, что предприятие, которое возводило по договорам долевого участия, ну, к примеру, 200 тысяч квадратов, ну, естественно, это средства дольщиков, то есть на которые производилось строительство. Сейчас предприятие, используя собственные средства, оно не сможет физически возводить 200 тысяч квадратов. Они смогут эти предприятия строить, может, 150, может, 50, это зависит от компании, но будут строить за свои. То есть каких-то глобальных таких изменений в структуре самого предприятия, конечно, не произойдет, но на рынке жилья мы все равно, я думаю, увидим со временем какой-то определенный дефицит, который приведет и к увеличению цены на жилье в любом случае. Ну, это покажет только время сейчас, преждевременно делать какие-то... Были прогнозы ваших коллег, что вот такая какая-то ценовая история может произойти лет через 5-7, серьезная, ну, так, чтобы значимо мы видели разницу. Ну, надо понимать, что всегда это определяется рынком и спросом на жилье, то есть если у нас сейчас, я думаю, Министерство строительства здесь больше владеет информацией, именно статистикой, то есть какой у нас сейчас спрос на строящееся жилье. Если это, допустим, сейчас востребовано 200 тысяч квадратов, а мы строим 400, то понятно, что на рынке переизбыток. Если мы за счет механизмов, там, искроу-счетов или еще чего-то уйдем на то, что вся отрасль будет строить 150, автоматически возникнет дефицит, что приведет к росту цены. Это законы экономики, от которых мы никуда не уйдем. — Руслан Анатольевич, пожалуйста, Павел вам передал пас по поводу того, как регулируется, там, не регулируется, но как отслеживается рынок сейчас министерством, да, достаточно ли у нас сейчас жилья, есть ли у нас затарка, или необходимо строить больше жилья. Может быть, мы как-то неравномерно распределены по региону жильем? — Спрос на жилье, он всегда был и будет. За шесть месяцев 2018 года он составил, ввод жилья в Кировской области составил 252 тысячи квадратных метров. Это 3416 квартир, что составляет 123% по отношению к соответствующему периоду 2017 года. В стадии строительства сейчас находится 163 многоквартирных жилых дома, общей площадью 902 тысячи квадратных метров. У нас плановый ввод жилья в 2018 году ожидается на уровне 550 тысяч квадратных метров. Это составляет у нас 103% по отношению к 2017 году. — То есть всё нормально, да? То есть мы это всё обеспечиваем? — Ну, это в любом случае долгосрочная перспектива этих процессов. Понятно, что сейчас вводятся те объекты, которые закладывались 3 года назад, 2 года назад. Это при других реалиях рынка, и эти объекты сейчас действительно, они как бы доходят. Мы в процессе перестроения, и в любом случае это 3-5 лет, я думаю, что уйдёт. И как вообще позиция ведь, если мы помним слова последнего президента, на тему того, что от долевого участия нужно уходить вообще, то есть избавляться от этой формы как таковой. — Можно добавлю, вот было совещание 27 июля в Красногорске, посвящённое новелям законодательства. И спикером этого был министр строительства Российской Федерации Владимир Владимирович Якушев. Он просил обратить внимание, что ни в коем случае не преследуется такая цель, как уничтожение долевого строительства. Просто это переходит на новый уровень, на защиту средств граждан, и чтобы на рынке остались только профессионалы. — Безусловно. Это правильная динамика, я считаю. Тут задачу, ну, как бы, я думаю, и мы как застройщики со своей стороны ведь тоже ставим задачу, чтобы обеспечить граждан именно их жильём, в которое они вложили денежные средства. У нас нет заинтересованности у надёжных, там, порядочных застройщиков. Это привлекает денежные средства под непонятные какие-то перспективы. — Вот это интересная история. Еще раз обращаюсь к тем, кто смотрел и смотрит нашу трансляцию ВКонтакте. Это группа «Бизнес-новостей» и «Эхо Кирова» ВКонтакте. Мы в перерыве очень активно обсуждали, на самом деле, состояние строительного рынка с точки зрения уже готового жилья в Кирове. И говорили о том, все коллеги подтверждали, что есть некая затарка, да, такая стагнация. Она связана и с тем, что застройщики у нас очень активные, работали очень активно на протяжении последних десятилетий. А с 2014 года спрос сначала глобально упал, потом стагнировал, и еще упал, углубился. Связано это и с всемирным, и с внутренним экономическим кризисом. И таким образом сейчас у нас на рынке жилья достаточно много свободных квартир, потому что со спекулятивными целями люди перестали покупать квартиры. То есть, условно говоря, я уже живу где-то, а здесь просто вкладываю деньги. Как инвестор, как спекулянтам, неважно. Мы перестали это делать. В результате на рынок выброшено огромное количество социального жилья, вроде бы недорогого, вот студии, да, вот маломерные квартиры, но их никто не берет, сейчас не берет. И приводили в пример Москву. На самом деле наши слушатели уже знают то, что я вам рассказывала, про район Южная Бутова, где я была, Бунинские луга, где маленькие квартиры от 25 метров прекрасно продаются и продавались. Но мы с коллегами там обсуждали, это в рамках урбанистического форума московского. Связано это с тем, что абсолютно меняют свои подходы девелоперы, многие, к тому, в каком виде они сдают квартиры. Вот не саму квартиру внутри там с отделкой, да, а все, что окружает твою квартиру, твой подъезд, твой дом, твой двор, твои автопарковки, вообще там логистика, как ты будешь добираться до своего дома, где у тебя магазин, где у тебя развлекательный центр и спортзал. Все это называется комплексное развитие территории. Так вот, этот микрорайон, сейчас не рекламирую ПИК, он у нас тут не строит, так что чего уж его там, да можно сказать, что строит ПИК? Нет, но у него есть свои минусы и в Москве. А я не рекламирую, в Москве у ПИКа есть минусы, сразу говорим. Но вот этот микрорайон, он, конечно, вот совершенно там другая парадигма, да. И когда мы с Ильей Вячеславовичем Шельгином говорили здесь в этой студии, неоднократно в программе «Урман» о новых подходах и требованиях правительства и администрации Кирова к девелоперам, он четко говорил, что мы будем тоже жить теперь по-новому и воткнуть свечечку или домик на пустыре и ничего не сделать вокруг уже не удастся. Вы это на себе как-то уже почувствовали, коллеги? Нет, во-первых, давайте я спрошу нашего министра. Руслан Анатольевич, разделяете ли вы это мнение? Потому что, может быть, как министра Ильства, вы считаете, что чем больше жилья, тем лучше. А вот приезжающей территории все-таки нужно делать муниципалитетом, я не знаю, управляющей компанией и так далее. Про Южное Ботово хочу сказать, что ПИК сам вкладывает деньги в благоустройство. Девелопер. Построить жилье – это одно, а благоустроить территорию – это очень важно для того, чтобы у нас дома и микрорайоны были целиком полностью благоустроены, чтобы имелись и парковочные места, чтобы имелись и детские площадки современные. Поэтому у нас и такая тенденция в городе и в области имеется, чтобы это всё развивалось само собой. Более того, скажу, мы сейчас делаем акцент ещё и на социальную инфраструктуру. Это и поликлиники, чтобы были размещены в этих же микрорайонах. А встроенные поликлиники или отдельные здания? Вот разные той же тенденции есть. Есть тенденции, когда плотная застройка на первых этажах, а есть вот как бы отдельные здания. У нас сейчас интересно, куда мы идём? У нас есть и встроенные, у нас есть и новые поликлиники, которые в микрорайонах. Это значит, должны быть и магазины, и банки размещены, и аптеки, и другой набор социальных объектов, которые непосредственно должны размещаться. Вы знаете, наверное, что сейчас и во многих новых микрорайонах у нас ведётся строительство детских садов в городе Кирове, школы строятся. Но это на федеральные деньги. На федеральные, да? Региональные и федеральные трансы. Мы сейчас ведём разговор о том, что должно быть, а не на какие денежные средства. Нет, это важно, потому что мы говорим о требованиях к девелоперам. Мы говорим о требованиях к девелоперам. То есть идём ли мы уже в том тренде, когда город, администрация, правительство говорят, девелоперы, не надо всё время федеральных денег ждать. Вот эта вот история. Давайте-ка мы тут вам свечку воткнём, и вы нам сами деньги принесите и построите, значит, поликлинику. А история про то, что давайте как-то совместно находить решение. Вот есть у нас такой тренд? Ну, то есть мало ли свечку, давай сразу устроим микрорайончик. Да, у нас в целом тенденция к тому, чтобы действительно строить микрорайоны, застраивать микрорайоны. Потому что, во-первых, в городе уже всё, не хватает места для того, чтобы можно было размещать, застраивать какой-то район, и полноценно, чтобы существовала там и вся социальная инфраструктура, так как точечные места, они не подразумевают собой, точная застройка не подразумевает собой и полноценные парковочные места, и детские те же площадки. Поэтому у нас, ещё раз повторю, что у нас тенденция на то, чтобы развивать микрорайоны, застраивать новые микрорайоны и тем самым улучшать качество жизни для наших граждан. Спросим у девелоперов. Ну, я думаю, здесь два момента. Насколько жёстко сейчас вас прессуют власти в этом отношении? Я считаю, что у нас в Кирове вообще всё очень даже мягко в этом вопросе. Почему? Вот вы привели в пример Москву и компанию ПИК. Вот я, насколько владею информацией, все социальные объекты, которые она строит, она строит за свой счёт. То есть это её социальная нагрузка на те микрорайоны, которые она создаёт. То есть есть чёткое понимание стоимости земли у властей города Москва, которые понимают, что если мы передаём участки в Новой Москве под жилую застройку, то это цена эквивалентна миллиардам рублей. И правительство Москвы за свои средства вкладывать денежные средства в строительство социальных объектов просто нецелесообразно. И застройщик это чётко понимает, что рыночная цена на жильё, вот вы сказали, цену за студию порядка двух миллионов рублей. На стадии привлечения на строительство 2425 метров. Она застройщику даёт возможность, вот та прибыль, которую он создаёт, строя эти же панельные дома современные, построить за счёт собственных средств, и детский сад, и школу, и уникальные детские площадки. Это всё рыночная цена. Вот я, честно говоря, в курсе всей ситуации себестоимости жилья, да, вот там, как говорится, от самого низа до верха. И сейчас у нас цена на социальное жильё в новых микрорайонах доходит 27-28 тысяч рублей. Это гольная себестоимость. В Кирове? Да, каким образом даже экономически возможно построить за свой счёт, даже представим, что там детскую площадку, которая будет отвечать мировым там современным стандартам, как в Москве. Это невозможно за счёт рыночной цены. Сейчас мы разберёмся, как можно по-другому. Про социальные объекты это уже вообще второй вопрос. Вот подождите, сейчас у нас будет реклама на полторы минуты, а потом разберёмся с этими вопросами и обсудим. Это важно. Продолжаем разговоры с нашими гостями. У нас в студии Руслан Бондарчук, министр строительства Кировской области, Павел Шахалеев, учредитель ГК «Новый дом», и Виктория Грей, начальник юридического отдела ООО «Кироспецмонтаж». Уходили на перерыве с тем, что Павел нам сказал, что продаются сейчас квартиры, особенно там в окраинных микрорайонах Кирова, прямо в себестоимость, и где взять деньги на то, чтобы застройщику по типу московских, питерских, казанских сдавать микрорайоны сразу с благоустройством. Сразу с современными домами, с красивыми детскими площадками. В общем, красивые детские площадки – это тема для отдельного урбана. С инфраструктурой и прочее. Но это вот мнение Павла. А что нам скажет «Кироспецмонтаж»? Ну, я думаю, что все жители города Кирова и присутствующие в студии знают, что «Кироспецмонтаж» осваивает и застраивает микрорайоны. Есть у нас уже один полностью введённый в эксплуатацию микрорайон «Солнечный берег». Кто там был, я думаю, что разделит само мной моё такое благоприятное впечатление. А «Чистых прудов» серьёзно отличается. Хотя это тоже вы. Это новый проект, скажем так. Он позднее вводился, разрабатывался нами уже более современно, если говорить об этом. Другие подходы использовались. Мы видим, что он на берегу реки, у нас современные яркие детские площадки. То есть я считаю, что в масштабах нашего города мы достаточно достойно выглядим и пытаемся держать марку застройщика-профессионала, который пытается создать благоприятную среду для жителей наших микрорайонов. А что изменилось, Виктория? Я понимаю, что вы можете сразу мне сказать «нет», потому что вы не владелец бизнеса и не проектировщик, и можете не комментировать эту историю. Но что изменилось? Потому что с «Чистыми прудами» очень серьёзная и проблемная история была. Хотя изначальный проект, который Кировспецмонтаж представили, он тоже был комплексный. Парковки, школа, детский сад, поликлиники, парк. Я не совсем сейчас понимаю, о какой проблемной истории мы говорим. Возникли дома и не было очень долгие годы ни детских садиков, ни школ, ни парка и ни парковок соответствующих. Изменился подход совершенно. Вот вы «Солнечный берег», это не вам вопрос. Мне кажется, да. Миронов пригласен. Пускай расскажет. Я думаю, конкуренция на рынке жилья заставляет делать какие-то вещи. Вы тоже меняетесь? Безусловно, я считаю. Это очень хорошо, конкуренция на рынке. Я могу сказать, что когда в нашем городе отдельные компании начали привносить те тенденции, которые взяли из столицы, из каких-то новых… Железно. Я не хотел названия компании. Они уже не раз здесь звучали. Компания здесь как бы железная, она на рынке Кирова, появившись, и именно войдя в сегмент конкуренции крупных застройщиков, то есть, которые большие объемы жилья сдают, они внесли определенные тренды, которым уже стали следовать и Кировспецмонтаж, и ССК, делая свои микрорайоны уникальнее. Они тут спорили, на студии сидели. Но, позвольте, я был в «Солнечном берегу», и могу сказать, отличный микрорайон. Мне его отлично очень нравится, и я считаю, шикарно, все классно сделано. Очень просторно. Но, если сейчас открыть объявление, посмотреть, сколько там квартира стоит? 50 тысяч, наверное, в Черновой она там стоит. Квадратный метр. Есть, допустим, у спецмонтажа, мы тоже в этом микрорайоне построили один дом, это микрорайон «Озерки» в Коминтерне. Ну, скажем так, он тоже облагораживается там для людей и все, но это немножко другой уровень, потому что жилье там стоит 28 тысяч за квадратный метр. Соответственно, там… Люди выбирают. А что люди выбирают все-таки? Они готовы? Я к чему? Вот от этого и разница. Наш потребитель сейчас. Скажите, девелоперы, просто с этой затаркой и так далее. Все-таки люди готовы сейчас подождать или переплатить, но выбрать квартиру с благоустройством? Или нет? По-прежнему дешевизм? Я вот приведу вам другой пример. Допустим, на примере нашей компании мы уже на протяжении 4 или 5 лет занимаемся не точной застройкой, а развитией застроенной территории. Что это представляет? Это строительство в центре города, где мы берем квартал, расселяем порядка там 2-3 тысяч квадратных метров аварийного жилья, и на этом квартале создаем там участки в среднем от гектара, то есть гектар, полтора гектара. Что значит создаем участки? Нет, не создаем. Я говорю, на этих участках, которые мы расселяем, мы комплексно создаем территорию, которая не 20-30 соток и точечный дом, а утверждаем проект планировки территории, как будет расположено несколько зданий, соответственно, они имеют единую среду, единую как бы... Когда про среду говорите, что вы имеете в виду конкретно? Ну, то есть они имеют единую территорию, имеют единые там хорошие паркинги, просторные, единые детские площадки, то есть это целый жилой комплекс, который состоит из пяти домов. Ну, вот у нас, например, сейчас квартал Орловская-Ленина-Воровского мы застраиваем в глубине квартала, там у нас 1,2 гектара мы расселили 3000 квадратных метров аварийного жилья в течение трех лет. Самый центр города. Да, и второй участок мы сейчас расселяем, это прямо за город администрации, вот эти все деревянные бараки, которые горят, то есть тоже вот как бы там процесс... Ах, это вы? Нет, это не мы, как бы здесь нашей никакой мотивации нет, мы муниципалитету передаем жилье, и как бы нет смысла никого жечь, потому что дома все эти аварийные, то есть аварийные дома, они уже администрации расселены, либо в текущем режиме мы признаем аварийными дома и расселяем их. Вот я сейчас говорю как раз о том, что от точечной застройки мы должны уходить, вот тогда мы получим ту среду, в которой люди захотят жить и за которую они захотят платить. Сейчас Крутихина-то очень не хватает, у него другое было мнение в все предыдущие годы, он его активно здесь популяризировал. В продолжение вот этой мысли я скажу, что, допустим, мы сейчас сдаем первый дом от жилого комплекса, который в рамках такой среды построен, и вот мы почти все квартиры там продали, и рыночная цена там 61 тысяча за квадрат. То есть это о чем говорит, что люди готовы платить за качественную среду, ну и, соответственно, за удобство, за определенный микрорайон там центральной части, то есть это о чем говорит. Надо предлагать людям товар, который они будут заинтересованы покупать, потому что отдельные дома, допустим, даже в новом развивающемся микрорайоне Урванцево, этой же компании железно, продаются за 45, а у другой компании они за 28 не продаются. Почему? Потому что это подход к организации своей работы. И не только пространство, но и того, что дальше происходит. Это же еще обслуживание, обслуживание, праздники, объединение соседей это все делает. Поэтому здесь это очень такой длительный процесс и сложный процесс, который нужно организовать, но конкуренция на рынке, она это заставляет делать. Я думаю, там и Кировспецмонтаж, и ССК, они в своем роде как бы сейчас объективно так же как бы растут и предлагают людям и более комфортное жилье, более комфортную среду. Вы понимаете вот экономику этого всего ведь, наверное, да? Это становится, по крайней мере, девелоперы на московском, мы по нестическом форуме говорили, что это все миф. Этот миф сейчас разбился, что создавать полностью организованную комфортную среду и даже эко-дома это дорого. На самом деле, они говорят, что это если вы мыслите узко, узко от момента получения разрешения на строительство до продажи квартиры. Если вы мыслите шире и дальше, категориями нескольких даже десятилетий в своей компании и думаете о том, что вы развиваете территорию, вы делаете управляющую компанию, вы дальше обслуживаете население, то все это выгоднее, чем вот этот краткосрочный вот такой подход. Ну, это уже макроэкономика, я думаю, каждая компания его по-своему простраивает, то есть это зависит от разных этапов. Вот мне подмигивает сейчас Виктория и соглашается со мной. Соответственно, также и там помещение, которое на первых этажах потом приносит какой-то доход, то есть магазины сейчас, федеральная сеть заходит. А посмотрите, Маяковская и Железная тут посидели на студии в Урбане, объединились и стали строить на Крине дома с детскими садиками. Они прямо здесь договорились. А потому что рынок частных детских садиков также растет. Они отдадут в муниципалитет это помещение. Ну, вот вы запомните это, и потом, когда вот это произойдет, надо еще раз об этом сказать. Насколько я помню. Да. Так разрешение получалось. Ну, это как бы относительно, все должно быть закреплено, то есть на словах это одно. Это не на словах, это официально. Ну, давайте дождемся, когда фактически это произойдет. Это вызов вам Маяковская и Железная, мы посмотрим, как это произойдет. Ну, я хочу вот что сказать. Еще раз, я вчера это делала и сейчас буду делать. И радиостанция наша, и совместно с газетой «Бизнес-новости», и весь холдинг «Медиа» поддерживает урбанистический форум, который пройдет у нас в октябре 23-24-го. И в рамках подготовки к урбанистическому форуму, и наши программы на это направлены, и программа «Урбан», и, собственно, эти действия, которые осуществляют власти совместно с опорным вузом. Итак, 3 августа, это завтра, на площадке арт-сада ВятГУ, это ботанический сад. Если дождь не пойдет, если пойдет, переместимся тут недалеко всей компанией в вуз. Но вообще в ботаническом саду, вход свободный, пройдет открытая дискуссия на тему экономики городского пространства. Чтобы просто было понятно, это как комфортная городская среда дает возможность бизнесу больше заработать. И вложение бизнеса средств в комфортную городскую среду сказывается в итоге тоже на их деятельность. Дискуссия будет при участии Игоря Васильева, губернатора Кировской области, Ильи Шульгина, сити-менеджера. Будут теруправления, будут специалисты, будут активисты. И вас, жители, заинтересованные приглашаем. Вот мы вчера приглашали здесь в центре местной активности. Они были крайне заинтересованы в этих вещах, хотят понимать все даже азы и важные вещи, которые касаются благоустройства. Итак, пройдет это все с 15.30 в ботаническом саду, вход свободный. А сегодня Илья Вячеславович и Игорь Васильевич с нашим гостем Юрием Перелыгиным, он возглавляет институт Ленгипрогор. Можете зайти заранее посмотреть на сайт. Прогуляется по городу Кирова. Я знаю точно, что будут гулять там мимо оврагов, смотреть вот на эту сеть. И что-то еще они будут показывать. Обо всем об этом мы сможем узнать 3 августа, задать вопросы свои, даже самые каверзные вопросы. Но я приглашаю вас все-таки со своими какими-то конструктивными предложениями и идеями в этом поучаствовать. Собственно говоря, может быть, я даже модерировать эту буду историю. Буду присягать всякие инсинуации. Не обижайтесь на меня, если я кому-то не дам слово с неконструктивной критикой. Но вот эта история, я вас, коллеги, тоже приглашаю, всех, кто сидит сейчас в студии. На мой взгляд, это очень важно, потому что эта история, прежде всего, связана с просвещением. Потому что все нововведения и какие-то идеи, они в первую очередь сталкиваются с закостенелостью нашего сознания. Мы все в штыки привнимаем каждый раз. Министерство скажет, что они мне сказали, ага, что-то там они врут, все, значит, своя какая-то у них там история. У нас тут плохо, там плохо, здесь, там, значит, девелопер тоже введет какую-то новую историю. Они ему припомнят все, что было 20 лет назад и скажут, нет, нет, все по-старому, да. Путин что-нибудь скажет, кто бы как к нему не относился. Владимир Владимирович, он там скажет, пока до нас это из Москвы дойдет, нас никто не видит. Вот люди, пожалуйста, вот включайтесь активно в работу, которая касается жизни нашего города во всех отношениях. Тут недавно Игорь Владимирович заявлял, что будет организован некий центр, который будет и нашу культурную жизнь тоже менять. Вот не все Министерство культуры и Департамент культуры, а должны сами объединяться для того, чтобы афишу делать веселее. Вот наша тоже такая задача, я считаю, как СМИ, популяризировать эти идеи, что мы с удовольствием с Вадимом Шабалиным и делаем. Благодарим наших гостей, прощаемся. Спасибо, до свидания. Нет, погоди, надо сказать, кто был в гостях. Да, у нас в гостях была Виктория Грей, начальник юридического отдела ООО «Кироспецмонтаж», Руслан Бондарчук, министр строительства Киросковской области, была премьера у нас в эфире сегодня. Спасибо большое, что вы к нам пришли, очень приятно. Павел Шихалеев, учредитель компании «Новый дом». Спасибо, тоже премьера. Да, благодарим Татьяну Завьялову, которая всё это время вела трансляцию в группе ВКонтакте. Большое спасибо, много интересного мы говорили в перерывах, то, что не слышно было в эфире, слышно ВКонтакте. Завершаем наш разворот. Светлана Занькова, Вадим Шибалин. До свидания. До свидания. Продолжение следует...